Я начинал с РБК Украины. Я работал немножко журналистом, редактором РБК Украины какое-то длительное время, относительно длительное время. Потом я делал что-то на Интере, на Новый День, вечерний выпуск. И потом я проработал на НТКУ какое-то время. Я думаю, что мне сейчас трудно сказать. Я точно могу сказать, что это было очень недолго. Я видел комментарии, которые там писались. Кстати, тоже очень здорово, очень потешно читать эти комментарии, когда человек пишет, что я даже не получал черные доплаты. Я даже сейчас не знаю, как на это Риггер. Во-первых, это человек, который знает, получал или имеет отношение к деньгам, а другое дело. Да, я не получал черные доплаты на НТКУ. Я горжусь этим, что я в принципе не получал деньги никогда за то, что я делал какие-то сюжеты свои. Ну да, это такое. На НТКУ было недолго, потому что как бы, ну работать там, ну там особенно, особенная атмосфера своеобразная на НТКУ новостях. И дело даже не столько в творческом плане, сколько в каком-то, ну не знаю, можно даже сказать техническом, техническо-организационном. И после какого-то времени проведенного там, мы как бы сошлись на том, что я как бы увидел с НТКУ, потому что, ну, ну такое. Просто кто не был, кто не работал на НТКУ, тот, наверное, никогда не поймет, что такое работает на НТКУ. Я после себя, после этого четко стал делить людей на кто работал, кто был на НТКУ и кто не был на НТКУ. И когда говорят, что где-то работает недостаточно комфортно, вот, там есть с чем сравнивать. Вот. Ну вот, и потом буквально на следующий день мне, ну как бы случайно, тоже с течения обстоятельств, мне позвонили продюсер один из НТН, вот, куда я пришел на следующий день и как бы с Кириллом Лукеренко начали работать. Вот. После чего Кирилл покинул проект, а и мне предложили возглавить проект. Вот. Где я успешно, мне кажется, ну мне так кажется, а может быть и не очень успешно, вот. Почему? А почему вы вышли? В чем причина? Ушел, ну, договорились. Ну, как бы, то есть там Сережа Мамаев и Саша Мельничуком, мы как бы пришли, ну, Сережа Мамаев и Саша Мельничук, как бы мои, ну не знаю, мне было бы приятно их называть своими друзьями, да, если бы можно было так, не знаю, насколько это фамильярно, вот, но, ну, отличные люди, мы с ними, как бы, очень близко общались, вот, и мы в какой-то момент решили, что, ну, ну, что я могу, в принципе, закончить, ну, сотрудничество, ну, как бы, возглавлять агентов, потому что, ну, не знаю, ну, как бы, ну, та программа, которые мы делали, так, там, те идеи, которые были, те идеи, которые я воплощал, те идеи, которые у меня были в голове, но они, как бы, были сейчас не настолько актуальны, там, ну, вот такое, мы поэтому решили, что, ну, я не буду больше возглавлять агента, вот и все, то есть это было не уход, это был не демарш какой-то, это было не увольнение какое-то, это было просто, как бы, по согласию сторон, вот и все. А дальше, вот, ну, чем вы занимались до тех пор, пока не возглавили программу «Знаковка»? Я поехал покатался на лыжах, буквально, ну, потому что это было, ну, я ушел в конце, ну, 31 декабря, официально закончил работать на агентах, вот, после чего я 2-го числа уехал покататься на лыжах, вот, покатался, вернулся, какое-то время отдыхал, занимался какими-то другими сценариями, какими-то другими проектами для других телеканалов, вот, и в один прекрасный день мне позвонили с TVI и предложили, как бы, встретиться, обсудить какие-то дела, какие-то, ну, предложения, ну, как в итоге оказалось, как бы, программе «Знаковка»? Ну, и все, ничего такого. Как это обычно бывает, позвонили, предложили, я ночь с этим переспал и согласился. Я думаю, что так, что сама программа, она изначально у многих, может быть, даже сейчас, ассоциируется с тем, что она боролась против определенного какого-то режима, или эта программа ассоциировалась с тем, что она, ну, была оппозиционной программой какой-то там, какой-то власти, которая была в стране, да? Вот, и что самое главное, что не поменяется точно в этой программе, это те расследования и острые темы, которые будут подниматься, вот, в этой программе. Вот это не поменяется точно. То есть, если у кого-то сложилось впечатление о том, что эта программа была оппозиционной, вот, то точно она будет сейчас, как бы, программой расследования, которая точно будет, ну, абсолютно беспристрастной к любой из политических партий, или тем людям, которые будут находиться в власти или не будут находиться в власти. Это позиция как бы редакции, это позиция руководства, вот, мы ее, я ее услышал, когда меня приглашали, это был один из первых вопросов, который был, который задавался, что мы делаем, как делаем, ну, и как мы работаем дальше. На что мне был дан ответ, что мы есть абсолютно беспристрастными, вот, и мы работаем так, как, как бы, какая у нас есть редакционная политика. Ту тему, которую заявляют журналисты, так как мы это заявляем, так как мы это видим, так мы, собственно, и работаем. Никто нам мешать в этом не будет. Это вот первая позиция. Что касается реформирования. Реформирование, конечно, будет, и, конечно, мы что-то поменяем. И самое главное, что мы поменяем, это будет открытый диалог. Ну, очень важно понимать, очень важно знать, что, если кто-то не знает, например, да, что ведущий работает в прямом эфире, да, то есть это прямой эфир. Вот, соответственно, обсуждение тоже живое. Вот, и что мы сделаем? Первое, что у нас будет нового, это будет живое общение в студии. Где главным человеком будет, скорее, журналист вокруг, журналист, который ведет расследование, который вел свое расследование, и который получил определенные какие-то результаты, получил какие-то данные. Вот, то, что он хотел сообщить своему зрителю, то, что он хотел сообщить людям. Вот, и он в прямом эфире в студии сможет свои какие-то результаты и свои результаты какого-то расследования предъявить, показать и задать вопрос в прямом эфире непосредственно тем или иным людям, которые будут относиться, будут частью его расследования. Это будут или люди же, которые причастны к власти, да. Это будут или другие люди, там, герои, или там какие-то там юридические методы там. То есть это будет прямое общение непосредственно расследователя и объект его расследования, и людей, которые причастны к этому. И самое главное, что это будет прямой эфир для того, чтобы не было никакой, чтобы это было без купюр, без цензуры и без никаких там определений чего-либо. Вот. Роль ведущего будет в этом плане, в этом изменении будет больше модератора этого общения. Вот. И, как бы, но все вокруг крутится журналистов. Что будет еще нового? Ну, это, мне кажется, один из таких главных аспектов, ну, новых. Да, все будет крутиться вокруг, вокруг людей, которые ведут расследование, да. То есть это не просто журналисты, это те люди, которые могут влиять на ситуацию. Это те люди, которые могут, ну, которые будут представителями народа, представителями народа и которые будут отвечать перед своим зрителем, нежели перед кем-то. Это, потому что журналист, ну, как бы, ну, как бы так, который будет иметь определенные свои какие-то, ну, видения там. А есть уже кандидатура ведущего? Кто будет ведущим? Ну, я знаю, что, то, что могу сказать. Кстати, да, это отдельная история с тем, что было, как бы, да, на Дусе там с какими-то трактами вообще, что было выложено. Ну, просто в данном случае речь идет совсем о другом. Речь идет о том, что договоренности с телеканалом TVI, о том, что я буду лицом бренда Знакоколку, он изначально, ну, изначально договоренностей таких не было, о них речь, как бы, не шла. Вот, изначально договоренность была о том, чтобы, что я возглавлю, как бы, проект и буду его шеф-редактором, занимаясь, как бы, его наполнением, ну, и какими-то творческими вопросами, да. Вот, речь о том, что я буду ведущим или лицом Знакоколку изначально не было. Поэтому, в принципе, говорить о том, что я трактовался на Знакоколку не очень корректно. Вот, да, действительно, там была студия Знакоколку, да, действительно, я читал текст, который, ну, какой текст был первый, какой в руки попал, я его прочитал, как бы, с подсказчика. Вот, но сказать, что это для Знакоколку, нет. Это, скорее, для внутреннего распоряжения канала, это для каких-то внутренних, там, идей, для того, что это рабочий внутренний материал, никакого отношения, как бы, Знакоколку и пока что к какому-то другому проекту он не имеет, ну, абсолютно. Это внутренний рабочий материал, с которым можно будет пересмотреть или с которым можно будет работать, не больше, не меньше. То есть это был, действительно, тракт, но он не имеет продолжения, поэтому, ну, как бы, я не вижу даже смысла было сливать это, как бы, в сеть, потому что, ну, просто посмотреть на меня, что такой чувак есть и что он, как бы, записался в студию, ну, окей. Типа, если только для этого, то, может быть. Вот, для каких-то других целей, но, к сожалению или к счастью, не знаю. Скажите, вот там, среди прошлого, кто-то говорил в комментариях, что вы являетесь родственником Денкенбурга. Да, ну, да, но это не в комментариях говорили, это, как бы, Дуся написал о том, что в редакции Телекритики или в редакции Дуси поговаривают о том, что у меня есть дружественно-родственные связи с Егором Бингендорфом. Это было, как бы, упомянуто в статье. Кстати, потом ее убрали, это упоминание, да. Ну, дело в том, что, ну, ну, я не знаю, я, как бы, на своей страничке в Фейсбуке написал, что это абсолютно, как бы, чушь и не имеет никакого значения. Вот, я просто... Ну, то есть вы не являетесь никаким родственником или близким человеком Егора Бингендорфа? Я даже вам больше скажу, если вы сейчас наберете Егора Бингендорфа и скажете про, там, Владислава Сидоренко, вот, я думаю, что он даже смутно, если даже вообще вспомнит, в принципе, о моем существовании на земле. Вот, то есть я думаю, что это настолько, ну, типа, ну, это абсолютно... Ну, это, короче говоря, глупость. Да, это абсолютная глупость. Я же говорю, что это на одном уровне, что, очевидно, он вряд ли даже вспомнит, кто я такой. Вот. Ну, да, мы были, ну, соприкосновениями, ну, не с ним соприкосновениями, опять же, ну, как мы разговаривали, допустим, там, с Дусей, да, то есть было совпадение о том, что мы пришли на НТКУ вместе, ушли с НТКУ вместе и на Интере, ну, как бы, ну, опять же, там просто я ушел с НТКУ в десятом году, а Егор в 2013, я так понимаю, то есть там, может быть, кто-то цифру не заметил, что разница в три года, там, совпадение, ком речь не может идти, вот. Ну, это все неправда, это все чушь и такого, ну, в принципе, не может быть, я думаю, ну, как бы, ну, вот так. Ну, во-первых, ну, так как бы команда, которая работала с Артемом, она на самом деле есть в редакции, она, как бы, продолжает работать, да, не вся, конечно, да, вот, например, Таня Шустрова, я знаю, что она должна выйти с отпуска и должна приехать в редакцию, вот, но я, как бы, я ее еще не видел, да, но, насколько я знаю, она, как бы, будет продолжать работать, вот, ну, та информация, с которой у меня есть, хотя лично я с ней не разговаривал, вот, ребята, которые работали с Артемом, это, там, Ярослав, Тракала, это Любомир Фернстайн, Назаренко, Максим Савчук, вот, это Володя Селяков, там, ну, и, опять же, Таня Шустрова, это те люди, которые, как бы, были в команде и те люди, которые будут продолжать, ну, работа, если чего-то там не произойдет, я не знаю, ну, пока у них есть желание работать, они, собственно, и будут работать, и они уже никаких проблем или, там, каких-то причин, потому, чтобы ребята не работали, ну, они, как бы, они в команде, они есть команда, и, там, в том плане, что, ну, приходите кого-то убирать и ставить кого-то другого, для каких-то, там, задач, ну, такая, так вопрос не стоит, и я не думаю, что он должен стоять, в принципе, так, ну. Скажи, пожалуйста, вот, это... Это, по меньшей мере, странно, если, ну, так поступать, мне кажется. Есть один нюанс, один нюанс, то, что недавно было собрание на канале, на котором было явно, что денег нет и не будет. Нет, это неправда. Ну, вот, расскажи, как сейчас у тебя дела с этим? Так вопрос не стоял, и, как бы, вопрос был о том, что канал имеет временные, временные трудности из-за каких-то, там, ну, из-за каких-то проблем денежных переводов, то есть каких-то технических вопрос стоял о технических проблемах, о технических проблемах, вот. Вот, о чем нам сказали, да, действительно, это было сказано, что к 15-му числу все вопросы будут решены. То есть это какая-то техническая проблема, которую, ну, которую нам обещают, пообещали ребятам, ну, трясти, там, до какого-то числа, в данном случае до 15-го числа. Вот, вот, некий дедлайн, до которого эти тех... некий дедлайн, до которого, даже не так, правильно сказать, что 15-е число, это какой-то дедлайн, до которого должны быть эти технические вопросы устранены. Вот, а, возможно, это будет и сегодня, и завтра, и послезавтра, или через час, например, то есть это тоже возможно. Просто оно... Это речь идет о 15 апреля, да? Нет, речь идет не о том, что до 15 апреля, а речь идет о том, что до 15 апреля это некий дедлайн, до которого должны быть решены все технические вопросы какие-то там, которые есть, вот. Но на самом деле это, ну, это может случиться через час. То есть все нормально, у тебя была большая паника, и у тебя там... Ну, я думаю, что паника была из-за того, что, ну, во-первых, да, задержка есть, я знаю, вот, и это правда, вот. Вот, я думаю, что паника больше из-за этого, ну, и, опять же, мне кажется, что больше раздувает, нежели она есть на самом деле. Вот, в большинском случае я уверен в том, что все будет хорошо, вот, и, ну, опять же, у меня нет причин не верить тому, что нам говорят, вот.